Друзья, всем привет! Я тут канал Фабрика Новин. Ставьте лайк, подписывайтесь. Яна Васильевна Федор и сегодня с нами Вячеслав Мальцев, российский оппозитивный политик, журналист, громадский грияч. Вячеслав, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с очередной слитой информации в сеть, потому что уже не раз мы слышали, о чем разговаривают близкие люди к Путину. В этот раз в ЧК ГПУ слили диалог депутата Госдумы Алексея Журавлева с Дмитрием Рогозиным. Так вот, я думаю, что вы точно знаете уже эту информацию. Коротко скажу, о чем там было. Журавлев убеждает Рогозина начать формирование собственной ЧВК из добровольцев. Рогозин вроде как не против и признается, что в 2012 году помогал даже Пригожина формовать его ЧВК. Как думаете, для чего сегодня в России создаются эти частные военные компании и как легко взять сейчас и создать новую ЧВК? Ну, частные военные компании создаются с единственной целью воевать со своими. Вы понимаете, то есть, если есть, допустим, у Пригожина ЧВК, который воюет на фронте, да, то есть опасность, что этот ЧВК может дальше воевать уже в России с кем-то, да. Если есть фактически частная армия у Кадырова, то и она, конечно, не будет сидеть на месте. А поэтому такие люди там, как Сечин, Миллер, они, кстати, удосужились своей армии создать гораздо раньше Пригожина. Просто мало кто знает. Еще я, вот если мне память не изменяет, когда вышел закон о борьбе с экстремизмом, да, это 2006 год, вот, и тогда были внесены изменения и дополнения в закон об оружии, где говорилось, что различные структуры, охраняющие Газпром, Роснефть и так далее, могут иметь в том числе и тяжелое стрелковое оружие, ну и так далее. То есть они тогда снарядились бронетранспортерами, тяжелыми пулеметами и прочее, прочее, и, собственно, сейчас они никуда их не отдали, они у них есть. И когда все знают про частную армию Пригожина, мало кто знает, что у Сечина, у Миллера давным-давно такие частные армии. И у Кадырова такая частная армия есть, да, вот, посмотрите, сейчас какие-то миллиардеры на местах стали создавать. Я вам скажу, что первую частную армию в России создал я, называлась она Саратовское сыскное бюро «Алегра», и единственная цель была, ну, мы охраняли объекты, но я брал объекты охранять даже когда практически не было никакой прибыли минимальной. Мне нужно было иметь людей, чем больше, тем лучше, вооруженных, для того, чтобы когда мы все начнем, да, можно было их использовать. То есть я реально в 90-е годы и по сей момент планировал революцию, у меня был, помимо охранного агентства, где было огромное количество оружия, все равно этого было недостаточно, я имел еще и оружейный магазин, якобы для бизнеса приносил прибыль он минимальную, но зато я там всегда имел 100 тысяч патронов в запасе и больше 300 стволов оружия. Поэтому те люди, которые рассматривают частные армии только, они не понимают, как это работает. То есть те, у кого есть сети оружейных магазинов, огромное количество боеприпасов, они тоже будут во всем этом участвовать, безусловно. Но если только их не накроют сразу же какие-то мигранты и все не отнимут, потому что их все-таки больше гораздо. Поэтому, конечно же, Россия готовится к гражданской войне, готовится серьезно. Рогозин, я его лично знаю, он не дурак, такая рыба хитрая очень, он очень не любит Путина, чтобы он там не демонстрировал. В частных беседах я думал, я не слышал этого разговора с Журавлевым, да в общем-то он мне неинтересный. Я знаю, какие личные разговоры Рогозин вел со мной насчет Путина, насчет того, что это дебил и прочее, прочее. И у него нет никаких иллюзий по поводу Путина. Поэтому, я думаю, сейчас они понимают, что дело идет к концу и необходимо защитить себя, там свою семью, свое положение, свои деньги. Но это ничего защитить нельзя. Почему? Потому что они подходят с очень утилитарной позицией. Они думают, что если есть у него автоматчик, то он уже при помощи этого автоматчика защитится. Это автоматчик, это не робот. Если бы у него был дрон, да, он мог бы им управлять, и пока кто-то не перехватит это управление. А когда идет в стране гражданская война, то люди прежде всего ориентируются на главный ресурс, основной ресурс. И это не деньги. Деньги – это самый последний ресурс, понимаете? То есть последний ресурс, вот там, что может предложить Прибожин с вами? Ну, деньги, да. Но нафиг они нужны людям, у которых есть масса оружия, да, какие-то командиры непосредственно, которые с ними одну и ту же баланду эту едят и так далее. То есть деньги их не интересуют, они пойдут там куда-нибудь, да, где деньги эти печатают, или где деньги хранят, то есть они пойдут в банки, и у них будет этих денег сколько угодно. А главный ресурс – это все-таки идеология. И вот тот, кто способен предложить идеологию, тот и воссоединит всех этих людей против чего-то, да, или против кого-то и так далее. То есть если предложат им там какие-то Прибожины, да, вот давайте вы мне служите, а я вам буду платить, они скажут, ну а ради чего? Деньги мы сами возьмем себе столько, сколько надо. Оружие, боеприпасы тоже у нас есть, а еще больше будут. Их не надо спрашивать у Министерства обороны. Что ты нам можешь предложить? Воевать с Украиной, ну это нам неинтересно, да. Что ты еще можешь предложить? Тебя поставить царем, ну это тоже неинтересно. Понимаете? И все, и тот, кто даст им идеологию, он способен будет объединить. И в то же время способен будет разъединить. Потому что данная идеология даст противоположную сторону. Сразу же возникнет противоположная сторона. И, как правило, два, ну это на последнем этапе, два, да, две точки сингулярности, два центра. Да, один будет полностью идеологичен, а другой контр-идеологичен. Да, ну белый и красный, условно, да, вот красный это идеология, а белые это те, кто против этой идеологии. И там абсолютно все. Там и монархисты, там и либеральная публика, и кто хотите. Да, вот все они собрались среди белок. У этих четкая идеология, и все как бы понятно. А у тех нет идеологии, но понятно только одно, что надо воевать с этими. Все, так и будет. То есть другого варианта вообще нет. И все участники, кто бы это ни был, Лукашенко со своей армией, фактически тоже частная армия, огромная армия у Лукашенко подчиняется одному человеку. Что же это государственная структура, что ли? О каком государстве может быть речь, если там узурпатор, который приватизировал фактически страну, да? То есть есть Лукашенко, есть Кадыров, такие полюсы силы, да? Есть наверняка кто-то, я ставлю на Кириенко, организующий вот этих чертей, которые вокруг Кремля. И там тоже огромное количество всяких олигархов со своими армиями и так далее. И все это начнет ломаться, все это начнет комкаться, как только появятся полюса вот этих сингулярностей, они начнут растаскивать тех на себя. Конечно, огромное количество банд выделится из этих структур, но я ставлю на то, что из полицейских структур и структур ФСБ банд будет гораздо больше. Мы это видели в 90-е годы. Но я так понимаю, что все эти структуры незаконны, даже когда Путин говорил о том, что ЧВК Вагнер – это незаконная организация, и даже пропагандистов в методичках пишут, чтобы вместе с так называемым СВО не вспоминали ЧВК Вагнера на какую-то отдельную структуру. Как с законами? Чему подчиняются? И возможно ли контролировать сегодня эти все ЧВК разные? Нет, ну, во-первых, у Путина, чтобы мы не говорили о путинском государстве, законов нет как таковых. Они есть формально на бумаге, но путинский режим не исполняет даже свои собственные законы. Даже ту конституцию, которой они 10 раз уже, не 10, а 15 раз, если быть точным, поменяли, они все равно ее не исполняют. Поэтому говорить о какой-то законности относительно вот этого преступного государства и этой банды, оно, наверное, невозможно, потому что даже самое преступное государство, ну, там, какой-нибудь Третий Рейх, да, и издавал законы Третий Рейх и сам их исполнял, четко исполнял. А если кто-то не исполнял эти законы, даже из своих их жестоко карали. У путинцев такая ситуация, которую французские политологи-юристы давным-давно назвали аномия, когда непонятно, что делать, никакой правовой определенности. Вот есть закон, да, и мы не знаем, кто и что будет делать. Могут исполнять закон, могут нарушать закон, могут его игнорировать, может работать телефонное право, может работать право сильного, как он, например, Пригожин, и никакой правовой определенности. Вы не знаете, что сработает. То есть человек бьется, или там группа людей бьется, ну, давайте вот там Пригожину попросим, чтобы он слово замолвил, он там, у-у-у, мне пасть порву, моргало, выкрыл. А давайте к прокурору генеральному обратимся, потому что есть такой закон. Ну, давайте обратимся и так далее. И это постоянно, то есть вся путинская система, она выросла из ельцинской системы. И во времена Ельцина и Путина я был депутатом и видел, и тогда уже называл это аномией, и понимал, что нет никакой правовой определенности, и законы просто не работали. Ну, никак они не работали. Причем их собственные законы, которые они принимают для чего-то, они сами их игнорируют. Поэтому говорить о том, что есть какие-то незаконные ЧВК, да у Путина абсолютно все незаконно. У него все государство, то его незаконно. Если посмотреть, как он выбирался, как он эту строил систему, или сказать лучше, как, в общем-то, ломал привычное представление о законности, о конституционном строе и так далее. Есть вот по разным по счетам, что в России более 30 этих разных ЧВК. Могут ли объединяться они там внутри себя? Кто против кого там, например, Пригожин, Кадыров, кто на чьей стороне может быть? И насколько это опасно, и насколько это может сыграть против Путина? Не, ну, они обязательно будут дружить друг против друга, люди, у которых в руках оружие. Они всегда дружат против друга, друг друга. Это однозначно. А насколько это опасно? Это не опасно, это хорошо. Потому что нам чем хуже, тем лучше. Пусть они разнесут все в пух и прах. И когда мне определенные мои соратники говорили о том, что надо ликвидировать Пригожно, я говорил, этого ни в коем случае трогать нельзя. Он такой шухер устраивает, он так раскачивает, что и там Путину и врагов не надо, когда у него такие друзья. Понимаете? То есть, видите, вначале там Пригожин, Суровикин, Кадыров очень сильно задружились над этим делом. Володин стоял, все обнимались с Володином. Мы все это володинские дружки. Чем-то раз Кадыров наезжает на Пригожину, что-то ему не нравится. Пригожин из тех людей, которые не могут, так сказать, ну не стратег, они не могут, такие люди не могут реализовывать отдаленные какие-то планы. То есть, у него, знаете, такое азиатское представление о жизни и о мире. Да, но обычно у ранних судимых, кто достаточно долго провел в заключении, у них всегда такое представление, потому что у них, как правило, нет цели. У них нет, а раз нет цели, значит нет стратегии достижения цели. У них есть понятие здесь и сейчас. Ну день пережил, ну и слава богу, да, и каждый день должен приносить какие-то плюсы. Плюсы там авторитету, плюсы с точки зрения там материальной и прочее, прочее. Вот Пригожин так живет всю жизнь. То есть, видите, он алчный, хапает и ртовой жопой, извиняюсь за выражение, там на детских завтраках, там обедах обманывал, да, и прочее, и прочее. То есть, он какие-то сиюминутные выгоды ищет. Вот здесь и сейчас, то есть, набрать этих ЧВКшников побольше, чтобы побольше ему денег дали, там каких-то зэков вытащить из тюрьмы, потому что, ну, как-то там, наверное, в тюрьме он был не очень авторитетным, а это его комплекс, очень хочется быть авторитетным среди зычков, и вот он их вытаскивает, в бой отправляет и так далее. То есть, он борется сам с собой, с своими комплексами, стратегических целей у него нет никаких, я вполне допускаю, он видит себя царем московским, но одно дело видеть себя, другое дело стать им, да, понимаете, то есть, в мечтах можно быть кем угодно, и он думает, что если вот он каждый день будет делать так, 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 и его не убьют при этом, да, потому что это очень важный такой фактор, то в конце концов он останется самым главным, он будет царем, нет, я вполне допускаю, что такая тактика может привести к цели, да, бывает такое, что тактические такие шаги, ну, представьте, вот он там живой такой, неуязвимый, а всех вокруг бьют, там, Кадырову прибили, Суровикину прибили, Володину прибили, там, всех вы убивали, да, и еще и сопротивление, все, пало, да, там, оппозиция погибла, ну, нет вопросов, тогда, может быть, это и случится, и то я сомневаюсь, потому что под ним наверняка есть командование, вот, непосредственно, кто командует его ЧВК, да, это очень амбициозные люди, судя по всему, они с головой не дружат, я так анализировал, там, поведение нескольких человек, они, конечно, его зачистят, сразу, как только не будет Путина, почему, потому что Пригожин, для них это проводник к Путину, такой медиатор, да, медиатор к Путину, такой шаман, который к духам ведет вот этого непосредственного командира, как только духа не будет, главного шамана не нужен, скрипач не нужен, зачем, они сами со всем справятся. Вы сказали, что Пригожин себя видит, конечно же, таким царьком, вот интересная информация была в последние дни, в телеграм-канале, который связывает с Пригожиным, показали свежий, якобы, соцопрос, и там показали, что глава Вагнера не сильно-то и Путину уступает, там, его имя было сразу за Путиным, якобы, поддержка его 40%, у Путина там плюс 5%, потом, конечно же, пост удалили, но скрины не горят, как говорят, и все есть на лицо. Насколько такой шаг возможен Пригожиным, что он готовится к большой политике и даст ли Путин ему это сделать? Ну, если предположить, Путин, конечно, ему этого не даст сделать, и при Путине он не может это делать, а без Путина он тем более не может делать, потому что Пригожиным без Путина никто. Он, я говорю, является только проводником к Путину, он имеет с ним очень близкую связь, а так зачем, кому он нужен? Абсолютно никому, людям, которые выбирают путь борьбы, войны, Пригожиным не нужен, он здесь никто, возглавить каких-то зэков, ну, тоже, наверное, для них не авторитет, поэтому, если бы вот сейчас были выборы, да, честные выборы, и на них, конечно, вышел бы Путин и Пригожин, да, ну, Путин бы так сделал, сказал, ну, давай, по-честному, это удивительно, да, но этого не может быть, это сказочный вариант, но если бы такой был, конечно, основная масса в России проголосовала бы за Пригожину, я даже не сомневаюсь, да, но я могу сказать, что если бы были выборы, где был бы Путин и Лукашенко по России, да, то 99%, ну, или там 98% проголосовал бы за Лукашенко, за Путин, никто не проголосовал, поэтому Путин не является тем лидером таким, да, российским, про которого говорят на Западе, что вот он там, все-все ватники за него, ватники далеко не за него, вот взять там ватную публику Рогозин и Журавлев, да, вы что думаете, они за Путина, что ли? Они за себя прежде всего, да, ну, и какие-то красивые лозунги про Россию есть, и все, и больше там нет ничего, Путина они терпеть не могут, они считают его дегенератом все, еще давным-давно, еще в шестом году, я помню, разговаривал с Рогозиным, он мне рассказывал, как этот дегенерат Путин требует, чтобы он подчинил Молдавию, он говорит, что же, дебил, что ли? И объясняет, почему это сделать нельзя. И я, сидя напротив, за столом, понимаю, что он абсолютно прав, Рогозиной это сделать нельзя, а Путин этого не понимает, да, он объясняет, вот видишь, вот все вроде понятно, а Путин не понимает. Поэтому у них, если кто-то думает, что у них есть иллюзии относительно Путина, у них нет никаких иллюзий, если кто-то думает, что народ России голосовал когда-нибудь за Путина, никогда не голосовал. На первых выборах Путин не получил 50, там, с лишним процентов в первом туре. Это, я вам говорю, совершенно железно, я присутствовал на этих выборах, я возглавлял штаб Говорухин, который шел против Путина, у меня были люди везде абсолютно, я все знал, и подтасовывали, ну, в Саратове, например, Путин в первом туре получил 36%, ему нарисовали там, что-то, 60, там, общий результат был 50%, этого не было, он этого не получил. А раз эти выборы были подтасованы, то уже с самого начала можно считать, что власть была нелегитимна, она никогда не была легитимной, и он это всегда знал, Путин, да, почему вот армия такая ужасная? Да потому что он всегда ее уничтожал, еще в 2003 году Кремль через ФАПСИ провел исследование в войсках, то есть, раздавали анонимные анкеты, и нужно было там отвечать на какие-то вопросы. Ну, там, вопросы были с заковырками, не совсем прямые, но все это сделали психологи, которые и, в общем-то, выводили, я бы сказать, результат. А результат, он поразил путинцев, 37%, и тогда, да, 37%, было готово с оружием в руках свергнуть режим. В 2003 году, после этого армию приговорили фактически, Путин начал ее уничтожать, ну, и кончилось тем, чем вы знаете. Кстати, о том, как свергнуть режим, свергнуть Путина, в одном из интервью вы говорили, что партизанская борьба может быть единственным способом свергнуть Путина, но и мы видим процессы, которые сейчас происходят в России, вот буквально информация за 11 мая, мол, обстреляли там электроподстанцию поселка Теткино в Курской области, сообщает губернатор, нарушено электроснабжение, и сразу же после этого информация, что Куринский беспилотник якобы атаковала Клинцовскую нефтебазу, Брянск нефтепродукт. Процесс уже начался, что там происходит? Вы точно что-то знаете о партизанах, да? Не, ну, конечно, мы и есть партизаны, поэтому, что я могу сказать, ну, вот, цифра, которая есть у путинцев, да, официально экспорт древесины сократился на 37%, почему сократился? Потому что в Сибири пожгли все пилорамы, все деревообрабатывающие предприятия, кто это сделал? Партизаны, наши партизаны, потому что год назад мы выдвинули лозунг в рамках операции «Примус» «Не дня без пилорамы». В результате за год сгорело более 500 пилорам, ближе к 600. Ну, точную цифру мы не имеем, но знаем, что больше 500 сгорело. Представляете, то есть деревообрабатывающая промышленность Путина, ну, если не уничтожено, то уже награем. Посмотрите, горят как там пороховые заводы, пороховые склады. То есть тактика партизанская всегда одна и та же, она основана на путинской бесхозяйственности. Ну, как с убийским пороховым заводом, да, то есть поджигает партизан, поджигает траву, потом после травы загорается мусор, если вовремя не отреагировали, тогда загорается завод, город эвакуирует, все прекрасно, да, ну, причем тактика стандартная, сколько раз делали, всегда прокатывает, но иногда только успевают потушить. Ну, вот в Свердловской области, то есть это уже мы делали, я не знаю, ну, год точно мы это делаем, да, и в Свердловской области вот только что спалили так склады, то есть пороховые по 15 тонн в каждом, они просто не соображают, что эту траву надо там убрать или еще что-то, потому что полная бесхозяйственность, опять же, та анамия, про которую я говорил, и никаких проблем, то есть мы всегда можем найти поддоны, мусор, траву, которые поджечь, а потом сгорают огромные комплексы, вон, по 50 тысяч квадратных метров комплексы сгорают, ущерб за год путинцам, то есть если первоначально там за квартал, наверное, чуть больше подсчитывали, был 20 миллиардов рублей ущерб от пожаров, от дополнительных, понимаете, не от тех, которые обычно всегда, а от дополнительных пожаров, то сейчас какие-то миллиарды долларов мы уже потерялись, ну, потому что там одни склады или Руа-Мерлен в любом городе еще стоят, да, они во всех городах практически горели, сейчас Леруа-Мерлен продает весь свой бизнес, потому что бессмысленно содержать, никакие пожарные поезда не потушат, и вообще сейчас золотой век пожарных поездов у Путина, то есть что куда бы ни приехали, у пожарных воды нет, поэтому приходится вести пожарный поезд, раскатывать рукава, они раньше всегда стояли, и никто их не трогал, эти пожарные поезда, я сейчас вот могу вам сказать, открыть тайну лета, сейчас золотой век начнется пожарных катеров, это я вам гарантирую, абсолютно, помимо пожарных поездов, они сейчас будут применять пожарные катера, потому что будет гореть туда, а то будет гореть там, куда поезда уже не проедут, и они, путинцы, я имею в виду, они все это прекрасно знают, они обсуждают это на Совете безопасности, но ссоры из избы пытаются не выносить, то есть МЧСникам сказано нигде не разглашать информацию о поджогах, ну вот пример я вам приведу, который всегда привожу, очень смешной, то есть вбийский партизан поджег заправку, было заявлено, что это замыкание, и на видео вы можете посмотреть, причем везде пишут, это замыкание, вы набираете просто вот в интернете все данные, там, биск, заправка, туда-сюда, и такой партизан в маске приходит, обливает все бензином, поджигает, то есть это прям камера на заправке снимает, они говорят, да нет, это замыкание, ну хорошо, если это замыкание, мы не против, и таких замыканий по всей России происходит очень много, а будет еще больше, ну потому что другого выхода нет, как еще с путинцами бороться, то есть мы должны уничтожать экономику для того, чтобы Путин оставил свою власть, чтобы она рухнула, чтобы режим рухнул, то есть наш главный принцип, все, что не работает на революцию, не должно существовать, все вот так это должно быть. Кстати, кто эти люди, которые соглашаются идти вот на такую деятельность, потому что это же опасно, это всегда риск жизни, это есть люди среди граждан России, которые сегодня готовы помогать, или это какие-то граждане Украины, которые там проживают? Нет, это огромное количество русских людей, это огромное количество людей всех национальностей, проживающих в России, это убежденные люди, они работают ни в коем случае не за деньги, это люди, которые себя очень часто ограничивают во всем, даже возможности высказаться, но мы знаем, что один из актов, очень серьезных актов, когда огромное предприятие было уничтожено, произвел человек, который является членом партии «Единая Россия», на хорошем, на очень хорошем счету у них, с лозунгами ходят, там, ура, там, война, ура, Путин, ненавидит их люто, и если сможет, так скажем, разорвать Путина, взять за одно полужопе и за другое, конечно, разорвет, если только сможет до него добраться, таких людей очень много, то есть, занимающих большие должности, вот сейчас только мне пришлось из России эвакуировать человека, который на очень большой должности стоял, понимаете, но в результате того, что вот у нас произошли проблемы, да, произошла утечка, ну, информационные меры, никуда от этого не денешься, то есть, они тоже работают, у них тоже есть всякого рода хакеры, которые влазают, и пришлось эвакуировать большое количество людей, которые могли, ну, не могли, мы железно знаем, что они засветились, мы успели их эвакуировать, некоторые из них находились на очень серьезных должностях, у нас есть люди и в путинской армии, как это ни странно, даже в ФСБ, хотя я сильно эту структуру не люблю, не доверяю ни в коем случае людям, которые пытаются оттуда, так скажем, как-то зайти к нам, да, но, а что там, доверять, не доверять, если они выполняют конкретные вещи, говорят, вот мы сделаем то-то, то-то, ну, ради бога, делайте от нас, чего зависит, как они могут нам повредить, даже если они засланы. В результате, ну, мы видели много очень серьезных актов, и акты на железной дороге, если мы говорим о партизанах, которые действуют в интересах Украины, да, это одна категория, а есть же те, кто действует против Путина, и до войны еще действовали с Путиным. Я вам пример один расскажу, когда молодые люди, наши молодые люди, выполняя задания, так скажем, связанные с железной дорогой, оставили совершенно невероятные следы, то есть я не буду говорить, что это за следы, их сразу бы нашли. Так вот, первым, кто прибыл на место происшествия был работник железной дороги, который был нашим соратником, описывал место происшествия следователь, который был нашим соратником, все следы были уничтожены, этим людям ничего не угрожает, вернее, не угрожало, потому что они снова оставили следы, и снова они, то есть не услышали то, что им сказали, и снова возникли бешеные проблемы, но у нас уже там не было возможности помочь. Поэтому сейчас очень много людей, которые в России, которые думают совершенно не так, как вы про них думаете, они ненавидят путинский режим, они находятся в такой стадии, когда нужен только толчок, такой импетус, первый толчок, чтобы начать действовать. Ну, у нас в каждом регионе есть своя группа, партизанская хотя бы одна, в некоторых регионах, даже не регионах, а будем называть города, районы, практически везде по одной группе у нас есть. То есть, если наметить флажки, то почти везде есть. Во всех регионах у нас региональные большие группы были, да, сейчас пришлось в интернете эти группы закрыть. Почему закрыть? потому что, ну, я говорю, что нам показалось, что внедрём вредоносный вирус, и нам захотелось защитить людей, мы всё это вовремя сделали, за две недели начали делать до того, как, в общем-то, с нами стали разбираться, и оказалось, что это очень вовремя, и сейчас я могу сказать, что ни одна боевая группа не пострадала, к определённым людям, которые в информационном мире работали, к ним, конечно, пришли, но насколько путинцы не понимают, как устроена система, нас порадовало то, что они пришли к одному нашему соратнику, который с 19-го года проживает в Европе, получил давно убежище, да, причём, представляете, его разыскивает ФСБ, он обвиняется в терроризме, у него возбуждено уголовное дело, ему даже обвинение, ну, тогда, правда, в экстремизме, а потом они переквалифицировали, вроде, ему предъявили в окончательной редакции в 19-м году обвинение, ну, он со мной связался, я говорю, всё, давай, тикай, и мы его вытащили через Беларусь, там, ну, там, как раз в Беларуси, это, в 19-м, да, в 19-м, да, вот как раз в Беларуси, представляете, там идёт вот эта война с Лукашенко, а мы соратника нашего вытаскиваем, там всё перекрыто, это был ад какой-то, но мы его вытащили, он в Европе находится, и, представляете, то есть, они знают, ФСБшники, что он в розыске, что он убежище получил, всё про него знают, потому что он не прекратил работать, работает очень эффективно, спасибо ему, а и к нему приходит какая-то там банда, то ли с Москвы они приехали, то ли ещё, они прилетают, весь двор забит людьми в каске, в бронежилетах, глушат телефон, там в дверь ломятся, открывает мама его, они говорят, давайте нам вот этого, а он говорит, да его нет здесь, а они идут, смотрят всё, как он выразился, даже в унитаз заглянули, то есть, представляете, у них левая рука не ведает, что творит право, он в розыске, его ФСБшники местные там разыскивают, а приезжают какие-то люди из Москвы и пытаются его захватить, берут там каких-то этих, ну, из местных, да, силовиков, каких-то для усиления, да, и пытаются схватить, то есть, там бардак полнейший, там действует только по команде, вот им дали команду, они действуют, не дали команду, они занимаются своими делами, поэтому вот эти люди, которые сейчас силовая составляющая Путина, и это наполнение для будущих бард, помимо того, что есть ЧВК различные, есть гораздо большие силы, чем ЧВК, армия и прочие на территории России, это мигранты, на эту силу, почему-то никто особого внимания не обращает, а восстание мигрантов предопределено, они проводили учения, связанные со своим восстанием, их диаспоры, то есть, они давным-давно уже команды получили готовиться к восстанию, еще в декабре, и люди, которые работают в диаспорах, они нам еще в декабре сообщили, что получена команда, посмотреть, сколько мы можем вывести людей, каких, дано задание всем тем, кто получил гражданство в России, немедленно получать гражданское оружие, если вы смотрите в очередь за оружием, то большая часть это мигранты, которые получают все справки и так далее. Для чего это делается? Понятно, для чего. Когда Украина выйдет, вернет Крым, выйдет границам 91-го года, республики, такие как Башкирия, Татария, попробуют отделиться, то есть, там люди, конечно, восстанут, скажут, мы не хотим войны, мы хотим суверенитета и так далее. Что может обеспечить их суверенитет? Ну, только проблемы в Москве и в Питере, созданные мигрантами. В декабре диаспоры заявляли, ну, конечно, это неофициально, но я думаю, что ФСБшники это прекрасно знают, что один миллион молодых людей, готовых на все, они способны выставить в Москве. Представляете, миллион. против них возможности воевать нет ни у каких ЧВК, ни у кого-нибудь возможности с ними справиться. То есть, если это будет организованная масса, то это очень серьезная проблема. Ну, а для чего это делается, понятно, потому что сейчас уже, так сказать, местные элиты, так назовем, да, башкирские, татарские и прочее, они уже давно не хотят ни с Путиным, ни с его режимом, ни с Россией, да, они хотят с Турции и возят туда деньги и действуют в интересах Турции. Там на их территории действуют спецслужбы Турции, практически открыто действуют. Поэтому, я думаю, вопрос этот уже решен и от Кремля, от путинцев ничего не зависит. Единственное, что меня удивляет, то, что они никак не реагируют на это. Вообще никак. Вот я сказал, что Виксельберг хочет там вместе со всеми этими татарскими и башкирскими лидерами, да, отделить башкирию, татарию и прочее. Миниханов тут же отреагировал, заявил о том, что Виксельберга не пустят в татарию, и так далее. Даже эти ребята боятся утечки такой информации, хотя действуют открыто. Мы знаем, что структуры Виксельберга помогают им выкачивать деньги, причем огромное количество наличных денег, которые вывозят в Турцию. Мы этот процесс отслеживаем, там везде наши люди, поэтому мы отслеживаем процесс, как они везут из Поволжья, из Татарии, из Башкирии, везут огромные суммы самолетами. Они отмечаются потом в Анкаре, эти, так сказать, деньги, да, и попадают в турецкие банки. То есть процесс для нас абсолютно понятный, который происходит. Единственное непонятное, почему Кусинские все эти черти себя-то повалкивают. Вот Бастрыкин, он сказал там о каких-то мигрантах, о том, что все очень плохо, и то он единственный, наверное, ну Патрушев еще начал об этом говорить, а так все помалкивают. Что же, интересно наблюдать, конечно, за всем, что происходит в России, что-то интересное каждый день сейчас происходит без преувеличения, ну и, конечно же, огромная благодарность партизанам, которые работают там, рискуют жизнью ради мира в Украине, и также буду говорить вам спасибо за вашу работу, за очень важный разговор сегодня. Спасибо большое, до свидания. Смерть тирану, власть народу, слава Украине. Обязательно героям слава. Друзья, нагадаю, это вы, Вячеслав Майцев, российский опозитивный политик, журналист, громадский дияч. Дякую вам, что вы заставляете с нами. Это «Фабрика новин». Ставьте лайки, ваши комментарии. Мы ждем под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова